что более приспособлено к охоте это тепловизор либо ночник даже ночью на слона охотится вообще без проблем ты вообще можешь белки в глаз стрелять на 300 метров пострелять мы любим честно говоря меня ночник очень сильно удивил я удивлен мы ищем наш в кустах честно очень сильно уже там завывает и соскучился сейчас все задымим дым пошел сейчас будем лазать по кустам кажется нас лет напала пошли мы спашли быстрей немаловажно все-таки проверить эти устройства в реальном режиме в режиме охоты значит с трофеем какой выбор друзья вы бы сделали привет всем это новая серия на канале оружейный барона мы снимаемся не очень традиционных условиях так скажем в полевых условиях я уже жду не дождусь когда вернусь на свой холм свой стенд а сегодня я уже давным-давно имел тему которая меня очень интересовал что главное скажем так более приспособлено к охоте это тепловизор либо ночник для того чтобы протестировать и записать эту серию конечно без моего участия я приглашу самого главного эксперта в этом вопросе академика оружейных наук александра жарина андрей привет да на самом деле я тоже задавался этим вопросом что именно выбирать мы обязательно пристреляем это все посмотрим насколько удобно пользоваться оружием затем мы проверим обязательно полевых условиях условно полевых условиях мы проверим на маленькой цели это все у нас будет определенный объект находиться вне зоны видимости потому что там будут прикрываться травой кустами ну и конечно мы еще проверим один интересный момент который связано с разными системами этих прицелов посмотрим сможем ли мы определить трофей вообще на охоте с помощью того или иного прицела но я слышу ты профессионал в тестах друзья прежде всего если мы продолжим вы подпишитесь и напишите какие тесты хотели бы вы провести сравнивая тепловизор иначе прицел ночного видения саш перезвонишь мне и расскажешь мне очень интересно каким результатом вы скажем так пришли после проведенных тестов все будь спокоен все сделаем как надо всех рад приветствовать и сегодня мы на холме по заданию андрея шелестова и в этом выпуске мы поймем для чего нужен ночной прицел а для чего тепловизионный и в этом нам поможет илья репич привет так расскажи нам что ты сегодня нам подготовил к нам зашел новый бренд из китая бренд называется сайтонг в россии он уже около двух лет прям довольно-таки молодой где-то в районе 10 лет он на данный момент производится основная его специализация это ночная оптика и тепловизионная так ну давай наверное начнем все-таки с ночных прицелов они все-таки раньше на рынке да и более привычным по крайней мере мне здесь у нас представлено две модели модели очки 60 и очки 60 лрф разница в них это только в присутствии дальномера вот здесь помещается полностью весь комплект то есть сами видите это маленький кейс такой прицел помещается на ладони вес у него всего лишь 470 грамм питается от батареи 18 650 с плоским плюсом они продаются везде хватает ее ориентировочно где-то на 6 на 7 часов не в непрерывной работы также немаловажно здесь находится инфракрасная подсветка которая работает в невидимом спектре то есть ее не человек не животное и и не видит вот она регулируется а видимый спектр зверь прямо видит пучком до откуда он видит или источник он видит точку саму точку красную которую он пугается волна здесь 940 все что до 900 волны до 900 волны 900 до 900 нанометров это видимый спектр все что свыше это 905 915 940 какая здесь вот стоит вот ее не видно здесь есть функция фото и видеозаписи также здесь есть три режима первое дневной режим можно все это видите в свете то есть как мы видим сейчас все дальше два ночных режима первый это черно-белый и второй зеленый чем они отличаются зеленый сам по себе цвет фильмах показывают нам он более привычный он очень контрастный очень хорошо подойдет для черно тропе сейчас вот скоро у нас начинается сезон тем прекрасно понимаем да пойдет листва вот будет меньше света и соответственно где-то затянуты облака будут то есть будет очень плохо видно вот здесь подойдет зеленый для черно-белого цвета он мягче ложится на зрение глаз не так встает но он черно тропе работать чуть чуть хуже вот его я всегда рекомендую использовать не знаю там зимой да то есть по первому снегу вот когда есть какие-то отблески от внешних источников света то есть там луна звезды там неважно кстати немаловажно опять же дистанция по обнаружению вот у такого маленького прицела именно идентификация цели до 300 метров в комплекте идут кронштейн на планку вивер все это здесь вот у нас наличие крепится от накиют шестигранники ну и хватает весу в принципе маленький так что вот подруга он легкий вообще ничего не весит сам корпус и кронштейн используется из технологичного авиационного алюминия можно здесь его продвигать вперед-назад пусть уже под себя регулировать вот можно закрепить на 4 на 3 на 2 винта вот винты также они входят комплект шестигранник винты все это здесь есть очень круто салфетка для протирки оптики и кабель кабель для зарядки то есть можно заряжать не вынимая аккумулятора вот он заглушка здесь здесь соответственно для зарядки с ли самой для флешки ну и собственно говоря сам кабель для вынесения подключения компьютеру либо другим источником питания можно также подключается powerbank это очень важно когда зимой сидишь на вышке на вот когда я летор в просто просто на данный момент цена варьируется от 50 до 60 тысяч гарантия на него два года вот все проходит через нашу компанию мне что нравится в этом ночном приборе то что у него отсутствует почти пластиковые детали да только вот у нас резиновая гофра которая глазу прилегает и вот эта бленда который установлен на передней лизе и все больше никаких пластиковых элементов я не вижу класс защиты у него а пи 67 что позволяет даже погружение в воду до одного метра вот на по времени где-то получаса а полчаса он может спокойно меня в лужу пролежать ну лужа дождь и мало ли там ружье упало или с лодки там короткий контакт в общем он защищен без проблем пару слов про ночник с длинномером ночник с длинномером по сути все то же самое то же самое разница только в дальномере дистанция измерения у него до 1000 метров также есть функции по пристрелке одним выстрелом вот есть ячейки памяти можно представлять на разные калибра разные дистанции прицельные сетки могут меняться в трех цветовых гаммах то есть это красная это зеленая это желтая какая больше будет комфортно более удобно сетки здесь различные то есть и здесь 7 видов от классического перекрестия до баллистических а сетка меняется зависимости от увеличения здесь они есть ну так называемых перво-второе фокальных плоскостях он соответственно баллистические да они идут в перво фокальной плоскости они измеряют вытачи изменяются при кратности очень круто вот кратность начинается здесь от 3 это классическая кратность для ночных либо тепловизионных прицелов который позволяет работать на дистанции там от 50 там и выше метров расскажи пожалуйста про тепловизионные прицелы чем все-таки они отличаются кто не знает от ночных обычных прицелов ну и про какие-то дополнительные опции этих моделей например принцип работы ночных прицелов это усиление света за счет пазы с матрицы именно работа тепловизионных прицелов это постройка картинки на разнице температур здесь у нас модели представлены это на 384 матрица серия н.м. и серия р.м. здесь 640 матрица и разные объективы комплектации у них плюс минус одинаковая сам прицел аккумулятор и зарядное устройство ну понятно кабель и ремешок и винты кронштейн он также идет в комплекте аккумулятор снимается здесь очень легко также вижу алюминиевый корпус довольно-таки жестко плотно плюс аккумулятор емкость у этих аккумуляторов одна и та же здесь хватает до 10 часов это они сами себе уже усилены увеличенные ну и плюс также можно подсоединять powerbank также во внутренний карман powerbank провод вывел на ну либо если не хотим заморачиваться проводами спору банка пожалуйста в комплекте есть второй аккумулятор можно с собой тоже внутри карман убрать когда аккумулятор присоединен ты можешь также установить провод и он будет заряжаться да я больше скажу если даже вдруг мало ли не успел там зарядить или еще что-то едешь машине в прикуриватель воткнул вот и спокойно ешь он тебя заряжается такой прицел это уже 340 матрица 384 извини различию среди опять же тепловизоров вот по данным моделям здесь корпус идет от композит дальномер здесь у этой модели у серии н.м. до 1800 метров и линзы здесь 50 также есть 50 линзы на этой серии но здесь у нас сейчас нами не представлена у данной модели у серии р.м. вот здесь у нас уйдет уже авиационный алюминий по скажем так качество исполнения в плане защиты от внешних источников влаги я имею там туман вода там за там дождь ливенград с камнями там все что угодно вот они все защищены очень хорошо то есть это также заявлено ip67 по отдаче если кто понимает именно по джоулем это 6 джоулей вот для охотничьих карабинов как ты профессионал знаешь это там принципе любой калибр от мелкашки и до 375 холланд холланд можно ставить и уже спокойно работать даже ночью на слона охотится вообще без проблем также имеется прицельной сетки нескольких видов вот первая фокальная плоскость также имеется несколько ячей памяти функция картинка в картинке что в ночниках что в тепликах немаловажно здесь есть функция фриз вот это заморозка картинки да вот при пристрелке то есть пристрел к одним выстрелом нацелился быстро произвел заморозил перекрестия переместил и сохранил все то есть не надо как тратить там кучу патронов куча времени на пристрелку на приведение к правильному бою прицела это все делается ну за пару минут ну вот сейчас проверим как раз инструментом вот в этом ящике ремингтон я не знаю сколько уже им пользуюсь сколько съемок пережил сколько переездов с места на место всегда со мной момент пошли поставим прицел постреляем дождемся темноты темноте все будет сразу ясно понятно на что эти ночники вообще готовы вот что они нам дадут мне кажется что теплоизоляционный прицел лучше но что выбираете вы обязательно пишите в комментариях тепловизионный или ночной прицел ну все приступаем у нас на столе турку а в 308 калибре с вклеенной планкой вивера распространенный довольно таки кронштейн здесь скажем так по прицелу первое на чтобы хотелось обратить внимание при установке кронштейна это нужно для себя просто понять вот именно дистанция от прицела до самого стрелка до глаза положение в общем прицела на самом карабине совершенно верно то есть поставить его либо дальше от стрелка либо ближе чисто для себя честь для себя я уже понял по всем в основном по всем прицелом у меня это ладу имеешь ввиду вот от этой лед гофры от гофры конечно но опять же учитывая тот момент чтобы видно было дисплей чтобы видно было прицельный до чтобы было видно прицельную метку вот когда вот эти все факторы они уже учтены можно смело его поставить на планку вот таким образом сместили сдвинули его вперед и уже закрутили винты фиксируйте обязательно когда прицел находится в крайнем переднем положении да обязательно сдвинули его и дальше уже фиксация потом уже еще раз скинулись посмотрели вот насколько вам все это удобно все и дальше уже можно приступать уже при стрелке один из таких методов как я использую чтобы запомнить куда его ставил потому что прицел после стрельбы я снимаю вот там чищу оружие так далее вот я себе ставлю риски примеру потому что прицелы разные используя дневные и ночные тепловизионные ну не за там даже пилочка обычная либо еще чем-то пометочку сделал все я уже прекрасно понимаю что здесь место это начну или запомнить сколько целых либо либо сколько зубцов передели сзади кронштейн да еще по этим винтам потому что некоторые стрелки насколько я видел с собой иногда даже знаешь рожковые ключи таскают чтобы подтягивать вот эти винты насколько их сильно надо затягивать так как у него и в комплекте обычные шестигранники вот я делаю просто с небольшим усилием то есть здесь есть для этого отверстия я поставил чуть-чуть подтянул и все сильно затягивать не нужно будут трудности со съемом вот мало ли заклинил переклинил перетянул так приступаем к следующей установке так ну теперь приступим к установке ночного прицела здесь я ошибки не сделаю ночной прицел ночной прицел ночник в комплекте уже существуют вот такие болты их здесь 4 штуки и давай все-таки распакуем вот эту планку которая нам подойдет для установки кронштейн здесь есть отверстие также есть вот такая полоска центрующая кронштейн на самом прицеле я предлагаю пока поставить его на один винт дальше отрегулировать уже дистанцию пойдет он не пойдет так мне бы поближе но вот не вижу целого укра экрана я вижу только перекрестие то есть можно здесь перемещать не сам прицел на самой планке а планку переместить точнее кронштейн переместить на планке насколько на 1 не побольше я выбрал вот это вот отлично здесь у нас установлена длинная планка вивер правильно для чего нужна такая длинная рельса и такой короткий зажим короткая зажима хватает чтобы удержать этот прицел он очень легкий и позволяет устанавливать на короткие планки либо которые далеко вынесены чем это хорошо во-первых соответственно регулировка по длине вот и нет зависимости от стандартных планок вивера либо там пикатинни да так здесь у нас получается ты ставишь на крайнее положение и вот кстати все бутылку запомнить просто прекрасно все отлично если какие-то нюансы по протяжки проклейки или еще что да конечно сейчас покажу как делать не надо и как делать надо мое мнение что все винты на самом деле нужно протягивать с определенным усилием почему потому что у каждого винта есть предел прочности и его можно легко свернуть и тем самым восстанавливать потом это ну довольно таки хлопотное дело потому что надо искать или специалисты или как-то самому нарезать новую резьбу подбирать новые винты и там подобное сверлить то есть лишние проблемы да есть вот такие динамометрические отвертки есть динамометрические ключи которые позволяют вам сделать вот эту протяжку как раз в одном и том же ключе с одним и тем же усилием например для оснований 6 ньютон на метр очень хорошая величина чтобы у вас кронштейн оставался на месте никуда не двигался некоторые пользователи до проклеивают вот эту планку и вот это основание прицела эпоксидными смолами фиксируется на пожизненно никуда ничего не сдвинется это сто процентов но когда вы захотите например поменять кронштейн поменять систему какую-то да вот например систему кронштейнов нас на своем до карабине то свивера примерно поворотный там либо это уже будет сделать трудно я считаю что достаточно фиксатора резьбы нанесенного на сами винты по небольшой капельки этого будет достаточно для полной фиксации ну и протяжка от центра к краям например сначала протягивается вот если здесь четыре винта сначала в середине два потом по краям это более все-таки какую-то равномерную затяжку дает задвигаю вперед вот он люфт как раз затягиваем так и как-то говорил берем шестигранник подходящего диаметра совершенно веру вставляем в отверстие немножко протягиваем да вы пальцами на самом деле почувствуете это усилие которое дается поймете насколько надо все надо все-таки выбрать место для пристрелки у нас это цифровой прицел он не боится ни света не засветок каких-то не вспышек в принципе можно его пристреливать спокойно днем что касаемо тепловизор и вот так же можно пристреливать днем но нельзя наводить тепловизионную технику неважно там окуляры прицелы бинокли так далее их нельзя наводить на горячие источники то есть это сварка огонь костер там не знаю там софиты там все что угодно солнце солнце да это само собой мы сейчас зайдем галерею где солнца прямого не будет вот и мы спокойно пристреляем вон на нужную нам дистанцию ну что александр сейчас мы на рубеже 100 метров по холодному мы выставились по стволу сейчас я хочу свериться по самому прицелу посмотрю корректировки то есть x и y насколько они верны и уже произведем первый выстрел ровно в десяточке патроны и принципе карабин пристрелим ну что я стрелился теперь бы давай попробуем ты давай запуста так начинаем стрелять левая мишень выстрел результаты считаю прекрасные поменяли стрелки да но результаты очень близки как александр сказал то что изначально мы свелись по стволу первый выстрел был у меня пришел на низ мишени ввел корректировки соответственно их сыграть то есть поднял мишень вверх вот здесь меня был второй выстрел и уже кликами добрал до середины последний выстрел мне был яблочко сами видите но дальше поменялись с александром местами вот александр стрелял результат отличный мне понравилось по эксплуатации то что у тебя на дисплее отображается в с правой стороны насколько у тебя идет завал оружия а с левой стороны насколько у тебя идет крен оружия там вниз или вверх это очень важно да на самом деле потому что имея дальномер и зная эти характеристики ты вообще можешь белки в глаз стрелять на 300 метров до грубо говоря из простого гражданского карабина совершенно верно круто ты наверное знаешь эту проблему и помнишь когда только появлялись первые ночники и зачастую охотники пристреливали их днем до шторки было отверстие минимальное чтобы проходил свет и крышка объема объектива да она была либо со светофильтром как правило это был темно-зеленый светофильтр либо да там было маленькое небольшое отверстие для прохождения света чтобы можно было четко видеть картинку при освещении проблем заключалась в том что ты пристрелила днем с этой шторкой а когда ты шторку снимал у тебя стопы немножко уходила я слышал такой момент такой вариант но как правило это все у нас идут как правило зимние даже охоты и очень многие охотники просто не учитывали и на температурный режим вот из-за этого могло меняться стп почему даже пристреливая условно там на 100 на 150 метров теплым помещение условно теплым я говорю там 15-20 градусов да вот люди когда выходили на мороз условно то даже минус 15 плотность воздуха менялась и соответственно пуля она быстрее падала ну еще плюс реакционная способность пароход совершенно верно да минус скажем так старых приборов и опов у и опов есть свой срок годности вот они выгорают неважно работаешь ты ими не работаешь что в сейфе у тебя стоит у современных приборов которые работают на по системе там пазс матрицы вот этой проблемы нет ты можешь его пристрелять днем ты можешь представить при любой температуре ты можешь вводить корректировки сейчас мы это увидим еще плюс ко всему на том масса какая была у старых приборов ну вообще масса больше килограмма с кронштейном а у этого всего лишь 500 грамм даже меньше 500 грамм а а а а пустой а 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 патроны так отлично по стволу свелся приблизительный их сыгрек я вел делаем первый выстрел пробный пристрелим часть тепловизор от компании сайтонг рм 06 35 то есть 6 это что сороковая матрица 35 и диаметр линзы ну что делал первый выстрел давай а а и так пристрелка была тепловизора на 100 метров первое сразу видно попадание у у нас сюда вот вел корректировки по x и y соответственно сместил второй выстрел и еще сделал два клика провел получился центр до центр контрольный сейчас я предлагаю что сделать не меняя грелку мы сейчас повесим прямо на нее мишень грелка будет под яблочком давай повесим сейчас предлагаю тебе собственно говоря самому произвести три выстрела смотреть уже на что способен тепловизор запросто пострелять мы любим пострелять мы любим круто отличная куча да дисплей также с такими грудировками как по завалу так и по наклону оружия все обозначения вижу прекрасно и они причем не мешают знаешь они как как вспомогательные хочешь обращайся к ним хочешь что как бы не задействуешь никто не заставляет пожалуйста смотри на цель не перекрывает картинку не перекрывают и не мешают что самое главное результат получился я считаю хороший группа отличная группа отличная охотиться с этим карабином я могу с прицелом тоже у нас сейчас стемнело слушай смотри как разогрелась грелка да смотри все теплое здорово здесь и заночуем ну да отлично у нас уже стемнело и предлагаю приступить к настоящим испытаниям сейчас все задымим сейчас будем лазать по кустам все затрешем да и попробуем с помощью наших приборов найти рояль в кустах которым мы заранее приготовили а он уже там я предлагаю сейчас усложнить задачу есть такая проблема у охотников это туман и сейчас мы хотим показать нашим зрителям как видят ночник и как видеть тепловизор через туман запустим дымы он будет как раз имитировать плохую погоду и собственно говоря на видео все будет уже видно и понятно дым пошел ниже ниже дым да все мне можно не смотреть слушай я вижу цели отлично могу стрелять у меня ничего не видно все прям идеально вот сейчас дым рассеялся не знаю ничего не поменялось и у меня очертания появляются как вижу цель вот сейчас более-менее четко вижу а когда был все-таки плотный такой дым вообще абсолютно ничего не видно слушай у меня вообще ничего не поменялось нет у меня есть мут мутность какая-то такая перед мишенью ну-ка давай поменяемся и посмотрим нет у тебя все замечательно никакого дыма не было ну слушай видно но очень мутно опять же этот дым сейчас рассеялся вот все еще вот плотно-плотно нету вот посмотри вообще ничего не видно вообще ничего не видно да у тебя видно цель прекрасно все могу стрелять нет и выстрелы при таком тумане я делать не буду ну вот и все есть вероятность что ты никого не увидишь увидеть скажем так можно но если туман будет рассеиваться но это соответственно это будет уже светлое время суток ночник здесь уже ни к чему да и собственно говоря днем мало кто охотится в основном это ночные охоте все проходят у меня еще будет одно важное задание на самом деле мы тесты проводим здесь на полигоне но немаловажно все-таки проверить эти устройства в реальном режиме в режиме охоты тебе придется доехать до охот-хозяйства посидеть на лабазе но у меня есть на примете одно хорошее место ну что я поехал давай уехал итак друзья мы сейчас с вами на месте у нас есть сейчас мы разберемся и будем ждать прихода зверя понятно что говорим шепотом а так называем фото охота была на зверей но к сожалению не встретили не лосей не кабанов не енотов но это по видимо погодные условия все-таки были жаркие но зато благодаря ночнику я очень хорошо разглядел именно лесных мышей дистанция была до кормушек и до солоняка где-то примерно 30-35 метров благодаря техник который у меня было это тепловизор я смог быстро обнаружить цели вот увидел что какие-то теплые объекты перемещаются вокруг кормушек и благодаря ночнику я разглядел кто это честно говоря меня ночник очень сильно удивил вот тем что во первых это высокое разрешение в самой картинке я видел кто это передвигается использовал подсветку на самом низком уровне чтобы не засвечивала не фонила нота и вилл просветящиеся глаза что они делают как они там играют бегают прыгают ну собственно говоря как питаются и уж тем более если мы смогли на такую дистанцию на 30 метров разглядеть спокойно мышь то я думаю для вас никакой проблемы не будет разглядеть либо кабана либо косулю либо того же лося мы сейчас на рубеже мы ищем наши в кустах честно очень сильно уже там забывает и соскучился сейчас попробуем найти с помощью ночника и с помощью тепловизора и сможем найти мы наш трофей трофей в виде больших-больших рогов от компании морал от компании морал которые производятся чудесные животные трофей на самом деле хороший вот ничего приступаем с учетом того что сейчас не видно вообще ничего да я предлагаю все таки первому посмотреть тебе давай хорошо так что я вижу вот трофей я нашел в виде рогов сейчас увеличу все это у нас дистанция 100 метров рога я вижу прекрасно вот могу определить что это самец так дальше ищем эльзу так наш рояль зовут эльза мы с ней чуть попозже познакомимся ищем ее вот в этих кустах так сейчас подсветочку включу так подсветку я включил уже видно получше стало так я ее слышу но не вижу ну давай ищи ты илью рога вижу да четко вот они опять же по рогам скажу так очень пассировочку сделал для определения цели нижние отростки один отходит влево и второй второй этаж тоже влево скажу так что они прорисовываются прорисовывается по мини недостаточно нагреты так теперь смотрим где у нас рояль честно говоря я не знаю куда его спрятали это для нас было специально такое задание тестовое пока мы занимались своими делами его там припрятали проверить только слышно рояль слышно но непонятно где вижу плотный кустарник а вот она вот она красавица так дистанция сотка девяносто три метра все поймала получается за кустами да она находится за кустами за кустами чисто по повадкам по повадкам и по голове я могу определить что это либо собака либо лиса ну что-то из семейства собачьих по рогам скажу так дистанция до действительно небольшая также в районе сотки так как это уже закостенелые рога вот они тепло не выделяют если бы рога были бы дальше были бы дальше я думаю метров на 150 на 200 здесь бы как раз я не различил то что это именно какие-то отростки там уже закренел таких закостенелых рогов в ночник вот это сделать намного проще ну что еще наш трофей вот он наш рояль эльза свадим тебя такой вот наш трофей небольшого роста небольшого роста на дистанции 100 метров вот видно было очертание головы вот понятно что густарник понятно что высокая трава но можно было понять что действительно это собака я не увидел ничего и никого но глаза видел слегка но я бы не стал по глазам стрелять ну глаза понятно но любом случае было понятно что там что-то есть живое учитывая тот факт что наш так называемый рояль был привязан он не передвигался но то зверь все-таки он не стоит он передвигается вот то ситуация была совсем другая пойдем посмотрим на рога пойдем рассмотрим это увидел да 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 насколько я правильно идифицировал их на этой дистанции эльза дорога пойдем пойдем показываю дорога кажется нас лет напала пошли пошли быстрее какая-то небольшая разница температуры есть тепловизор считывает пять сотых градусов но то есть есть понимание что действительно можно что-то различить если было бы дистанция больше возможно я бы ее не разглядел ну я бы дезинфицировал что это самец что увидел бы на самом деле что этот тот трофей на который я охочусь и соответственно совершил бы выстрел значит с трофеем спасибо большое или а что на самом деле рассказал про все нюансы я надеюсь что этот материал для вас был полезен спасибо вам за уделенное время в любом случае у вас будет оставаться вопросы обязательных задавайте мы на них ответим саш ну как все прошло прошло все просто великолепно сначала мы взяли установили наши прицелы на а то турку а причем пристреляли собрали очень хорошие кучи самое интересное когда илья пристрелял он дал в руки мне этот карабин и я получил те же самый результат получается что оба прицела как бы универсальные дальше мы постреляли через туман здесь безусловно выиграл тепловизионный прицел в ночной прицел практически не было ничего видно дальше мы поместили как все знают собаку которая скрывалась у нас за за травой за мелкими кустами и пытались ее найти в общем ночной прицел было это сделать максимально трудно ты должен был знать где собакой тогда что-то можно было разглядеть придется тебе рельсе премию выписывать так же как и вам но молодцы согласны всегда делайте на высшем уровне значит смысл такой если пару раз в год посидеть и бюджет не сильно позволяет да можно брать ночник если все-таки охота любимое дело ты хочешь ей заниматься и бюджет позволяет конечно лучше взять тепловизор и ну и конечно я много знаю охотников которые имели ночных ночной прицел и купили себе тепловизор но людей которые купили тепловизор а потом купили ночник я таких к сожалению не знаю а какой выбор друзья вы бы сделали и что ты думаешь саш по этому вопросу я думаю что ночник все-таки ночной прицел да он подойдет больше для начинающих охотников те которым надо определиться на кого они будут охотиться и тому подобное потому что некоторым охотам тепловизионный прицел мне кажется не нужен а ночник на волю подойдет хорошо и и плюс все-таки ценовая категория но тепловизионный прицел все подойдет уже более опытным охотникам которые определились что они хотят добывать и как они хотят добывать друзья какой бы выбор сделали вы пишите ваше мнение в комментариях которые обязательно прочитаю на все отвечу и давайте вместе перезарядим отношения к людям с оружием спасибо друзья спасибо саш с помощью Субтитры сделал DimaTorzok